Всем привет! Это программа «Вкусный футбол». Меня зовут Никита Вольф и прямо сейчас мы войдем в двери заведения под названием «Барон», где нас уже ожидает швейцарский игрок, полузащитник футбольного клуба Уфа Виролюб Салатич. Ну что, пошли! Уфа Виролюб, скажи мне, у тебя недавно был день рождения. Вот как ты его оттусил? Было ли мероприятие какое-то вместе с командой или ты лично его отметил? Ничего необычного. Это был мой 32-й день рождения. Посидели в такой, так сказать, тесной компании. Приехали мои родные. Также присутствовали члены нашей команды. Друзья как бы посидели. Ну ничего особенного не было. Вот смотри, для нас Швейцария, да, это страна с самым таким высоким уровнем жизни, да. У тебя часы Rolex, то есть насколько ты человек с модными часами, как сам настоящий швейцарец. У тебя много счетов в швейцарских банках. Расскажи об этом. Не нужно забывать то, что Швейцария не только богатая страна, да, но и очень дорогая. Учитывая то, что разница между Россией, там все очень дорого. И ты за все очень много платишь. То есть если ты куда-то идешь, то нужно платить в разы больше, чем, допустим, в России. Это часы Rolex, как бы, но я их себе купил где-то лет 9 назад, и поэтому уж я не вижу в этом ничего такого. И тут, уважаемые мои друзья, сразу напрашивается вопрос, кстати, от болельщиков. От болельщиков я тебе буду задавать сегодня много вопросов. Так вот, мой тезка Никита Маврин интересуется. Вот каким образом, играя в Сионе, в Швейцарии, возможно, у тебя было, предположим, все достаточно гладко, ты поехал в неведомую Россию, да? То есть что тебе говорил агент? То есть говорил ли он тебе о том, что здесь там медведей балалайки? Как ты откликнулся на это предложение? Здесь неправильно будет как-то говорить что-то, допустим, о городе или о стране. Да, конечно, мы разговаривали с агентом по поводу не России, а более о российском футболе. Российский футбол, он на самом деле очень интересный. И вот это новый опыт, и нужно им воспользоваться. Вопрос от болельщика Никиты Петрушевского. Одни мои тезки спрашивают, да спрашивают, как тебя приняла Уфа? Как тебя встретили? Уфа встретила меня очень тепло, приятно. Конечно, единственное, в команде нету достаточного количества, грубо говоря, игроков, которые знают английский язык. Но у нас есть два одноклубника, которые знают сербский, что мне очень сильно помогло адаптироваться в команде. Также, ну, в принципе, я немного уже понимаю русский и хочу изучить, начать изучать русский язык, чтобы, ну, уже разговаривать на русском. Болельщик Ленар Загитов интересуется. Был ли ты шокирован Россией, может быть, морозами и перелетами, скажем, когда летал в Хабаровск? То есть, насколько для тебя это был шок, что у нас такая огромная страна? Ну, в первую очередь, когда ты думаешь о России, ты думаешь, конечно же, о снеге. Но, когда я прилетел в Уфу, было довольно-таки жарко. Сейчас, да, конечно, уже прохладно, для меня это немножко странно, но в этом нет ничего страшного. Да, по поводу перелета в Хабаровск, это было порядка, там, 6-7 часов мы туда летели. Расисты у Анги Райза, Уфа и Хабаровск. Все, Ланги Райза. Нормально Райза тут в Урна, в Инперии, но это все. Мы, конечно, всю дорогу спали. И для меня, конечно, тоже было странно, ну, да, странно то, что я не играл. Да, конечно, я пришел в команду, так сказать, немного неподготовленный, мне нужно было набрать форму. Но сейчас я, в принципе, чувствую себя очень хорошо, полностью здоровым и готовым помогать в дальнейшем команде, конечно же. Сейчас мы встречались с Геннадием Орловым, всеми известным комментатором, в первую очередь, Зенита. Спросил у него, какой бы он вопрос задал тебе. Он сказал, какой салат ты любишь. И значит, ты что, в принципе, именно с этим словом ассоциируешься фамилией. Цезарь, ты в курсе, что салат, салатич, что это похоже? Нормально? Нормально, конечно. Салатич и ест салат, это нормально? У нас есть в семье такая шутка, у меня жена все время, когда называют свою фамилию, сначала произносит салат и в конце ич. Пока мы с тобой дегустируем этот салат в ресторане под названием Барон, я у тебя хочу спросить о следующем. Вот наш болельщик Ярослав Александров интересуется, какой у тебя любимый, условно, может быть, кумир, да, из швейцарских футболистов и боснийских? Ведь, насколько мы знаем, ты как раз-таки боснийского происхождения. Мой любимый игрок, который был Родондо. Родондо? Родондо. Родондо. Ты знаешь Родондо? Нет. Родондо или Родондо? Не очень. Ты знаешь Родондо? Вообще, ну, любимый у меня игрок Родондо, знаешь ты его или нет, вот, а вообще, как бы, в Швейцарии есть, наверное, порядка там 6-7 футболистов, которые играют в топ-чемпионатах, и я бы не сказал, что кого-то могу прям выделить, потому что, ну, именно, то, что это мой любимый игрок или кумир. Наша боснийская сборная очень хорошая, я считаю, мне очень нравится стиль игры как у Джека, так и у Пьянича. Также мне очень приятно то, что сборная Сербии выполнила в этом году задачу по выходу на чемпионат мира в 2018 году в России. Ты, в принципе, родился в Боснии, при этом считаешь себя швейцарцем. Был ли у тебя гипотетически хотя бы выбор, за какую страну играть, или же ты сразу решил, что Швейцария, и почему? Да, я родился в Боснии, в Сербской республике, но когда мне исполнилось 5 лет, мы переехали в Швейцарию, и практически, получается, всю свою жизнь я прожил в Швейцарии. Я начал заниматься футболом в Швейцарии, я попал в сборные разных годов, именно швейцарские, то есть это до 14, до 16, до 17 лет, до 21. Единственное, конечно, мне очень грустно, то, что я не играл за основную команду в Швейцарии, но также в моем футбольном опыте, если я ездил играть на чемпионат Кипра, сейчас я в России. Друзья, вот так вот у нас альфутболисты чаи разливают, потому что они такие легкие, где-то даже непосредственные, простые парни, а мы все думаем, что они за семью замками от фанатских, так скажем, сердец. Нет, у нас все открыто в футболе, я в этом все больше убеждаюсь. Никита Деньгин, болельщик, интересуется, какое у тебя любимое словечко из словечек русского языка? Любимое русское слово? Ваш любимый русский язык? Конечно. Конечно? Друзья, ведь слова-паразиты учатся швейцарцами в России намного быстрее, чем какие-то литературные, более такие слова. Конечно, мы тебя понимаем. Мурат Якин. Некогда тренер швейцарского Базеля, после тренировал он в 2014-2015 годах московский Спартак, нынче снова вернулся в Швейцарию и, насколько я знаю, тренирует Грасс Хоппер. И вопрос такой, тебе как швейцарцу, который варился вот в этом швейцарском чемпионате, как ты думаешь, вот у швейцарского тренера, берем Якина как такой собирательный образ, вот почему, как ты думаешь, не получается у швейцарского тренера в нашем чемпионате? И он обратно возвращается, и вроде как неплохо дела идут там. Это был и мой тренер в Грасс Хоппере. Понятное дело, да, то, что он не выиграл Спартаком ни титул, ни кубок, но он очень хороший тренер. Как я уже говорил, я играл под его руководством несколько лет назад, уже после Спартака, он принял команду 2-го дивизиона, которая шла на последнем месте. Но по прошествии нескольких месяцев команда вышла в топ и была на первом месте. После чего, когда он уже пришел в Грасс Хоппер, команда занимала 9-е место из 10-ти, и сейчас они уже 5-е и 6-е. То есть это говорит о очень высокой квалификации тренера. Ну а Спартак после того, как он тренеровал, выиграл чемпионство. Мы говорили о Якине, давай сейчас поговорим о Сергея Богдановича Симаке, да? Вот, насколько ты его считаешь классным профессиональным тренером, и вот правильная ли его была стратегия в плане вживления тебя в модель Уфы? Ведь он сразу дал понять, что Салатич наберет форму и будет играть. Салатич играет и на коммерческом турнире один из, образно говоря, победных мячей забивает. Да, Сергей Богданович верно сказал, что я прибыл в команду вне своей лучшей формы, потому что все-таки у меня был перерыв два месяца, и у меня не было команды, я был вне футбола. Это был для меня первый такой опыт, нахождение вне футбола. Что можно сказать о Сергею Богдановичу? Он легенда, легенда российского футбола, да, он поиграл во многих командах, во многих странах, он завел много титулов, и мы должны быть сдержаны и тихи, когда говорим о нем, потому что все-таки он легенда и наш тренер. Никто не может гарантировать то, что ты сразу же, когда переходишь в новую команду, что ты будешь играть в стартовом составе. Но сейчас я, в принципе, очень рад, что я набрал хорошую форму, и в дальнейшем буду, конечно, стараться помогать команде. Мы находимся сегодня в заведении прекрасном под названием «Барон», и сейчас вместе с швейцарским полузащитником футбольного клуба «Уфа» мы придегустируем блюдо. Итак, Веролюб, обращаюсь к тебе. Попробуй сейчас это блюдо и оцени его условно по десятибальной какой-то шкале. Это медальон из говядины. Попробуй. Весмилло, по... One to ten. Я футболист, я не шеф-повар, поэтому я не могу. Десять? Десять баллов, да? Отлично. Болельщица Алия Селемзянова интересуется, есть ли у тебя девушка, ну, а если ты действительно уже женат, то, может быть, пару слов о твоей личной жизни, что мне происходит. Я хочу сказать, что я женат, у меня четверо детей, два мальчика, две девочки. Старшему шесть лет, потом пять, четыре и два. Наш юный болельщик Никита Кириллов спрашивает у тебя, кто для тебя самый удобный партнер по команде, с кем тебе удобнее всего взаимодействовать на поле? Мне, как полузащитнику, удобно сейчас играть с Иваном Пауревичем, ну, сейчас, в принципе, с ним мы уже играем, мне с ним довольно-таки удобно и комфортно. А так, конечно, у нас в команде много высококлассных игроков, и мне сложно сказать, с кем мне более комфортно, да. То есть, на данный момент мы играем в середине поля с Пауревичем, и довольно-таки нам комфортно и удобно. Елена Тришина задается таким интересным вопросом. Как ты выбрал номер, да, для своей футболки? И была ли у тебя вообще возможность выбрать, и с чем это было связано? По какому принципу вы вообще выбираете, вот, и ты, в частности, номера? В футболе та позиция, на которой я играю, в центре, да, полузащиты, она называется шестеркой. До этого, когда играл я в Сионе, у меня тоже был шестой номер, до этого был пятый, когда там я уезжал играть на Кипр, там я был тоже шестой, но потом в моей карьере тоже были, когда я играл по 22-м, долго очень играл я по 35-м номерам. Но для меня, на самом деле, никакого значения большого нету, хотя 6-го ноября у меня родился сын, как бы, ну, так вот получилось. За Сион кубок брал, да, и, по-моему, даже в Кипре, да, тоже кубок выигрывал. Теперь пришел в Уфу, оба она, и первый кубок выигрывает Уфа вместе с тобой. Вот ты счастливчик такой кубковый, или в чем этот секрет? Да, на самом деле можно, наверное, да, назвать меня таким кубковым, счастливым игроком. Первый свой кубок я завоевал на Кипре, после чего я перешел, когда в Гроссхоппер, мы выиграли кубок тоже. И это был первый кубок для команды, там, с начала 90-х. И там была очень грандиозная церемония, там, награждения, и вообще фанаты праздновали очень бурно. После чего я перешел в Сион, и в первый же сезон в Сионе мы тоже взяли кубок. Ну, и вот сейчас я перешел в Уфу, и на самом деле очень сильно расстроился, потому что первая моя официальная игра за команду была в Кубке России, где мы проиграли по пенальти. Я вышел в старте, и, честно говоря, очень расстроился. Но зато сейчас вот на Кипр мы съездили на турнир, и там взяли свой кубок. Давай на швейцарские часы сыграем, а с меня, а с меня, ну, я не знаю, бесплатный ужин в ресторане сегодня. Гот? На один день. Веролюб, это у нас русский бильярд, он привык играть в американку, а это у нас для серьезных парней, понятно, да? Русские суровые парни, знаешь, ну, не швейцарские европейцы, а вот именно наши, играют в русский бильярд. Видишь, здесь узкие лунки, все по-серьезному. И сейчас я тебя прошу разбить, сможешь? Я разберусь. Давай. Го! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Могу. О! И сразу же, так, и сразу же вопрос к тебе. Болельщик Артур интересуется, какой самый запоминающийся момент в твоей футбольной карьере? Все три кубка, которые я завоевал с командами, это и... Но самый из них запоминающийся, это, конечно, когда мы отмечали победу в кубке с Асьйоном. Я не ожидал увидеть такое огромное количество народу, когда мы отмечали, это было невероятно. Окей. У нас международный матч. Россия, в моем лице, против Швейцарии. И, кажется, сейчас наша сборная выйдет вперед. Россия, в моем лице, в моем лице, в моем лице, в моем лице. Какие-то вот такие увлечения. И какие увлечения, может быть, новые у тебя появились именно здесь, у нас в России? Ну, я бы не сказал, что у меня есть какое-то хобби. В моем лице свободное время я стараюсь играть в футбол. При этом даже я стараюсь играть на PlayStation FIFA. Мне очень нравится. Но при этом тоже хочу добавить то, что у меня все-таки большая семья. И когда я после тренировок приезжаю домой, я стараюсь отдыхать с семьей. В общем, ты такой скучный семьянин, скорее, нежели такая швейцарская оторва, да? Ну да, как я уже все-таки и сказал, то, что в первую очередь у меня семья. Да, конечно, я могу там очень редко себе позволить бокал красного вина. Ну и так же, как я уже повторял, основную часть своего свободного времени я провожу с семьей, ну, либо с друзьями. Как дела? Какие твои отличительные плюсы, как игрока, как полузащитника? Какие преимущественные качества у Виролюбы Салатича на футбольном поле? Одно касание. Одно касание. Одно касание. Одно касание. Да, да. Я люблю играть в одно касание. В первую очередь я люблю играть в одно касание, то есть сразу же, когда получаю мяч, ну, отдать его в касание партнеру. Я считаю, что это навык, это умение, повышает скорость игры в первую очередь и довольно-таки нужное умение, которое повышает эффективность на поле. Слушай, это было нормально, это прямо. Конечно. Останешься ли ты на чемпионат мира в России, чтобы понаблюдать за игрой твоей национальной сборной, сборной Швейцарии? Да, я останусь в России. Я очень надеюсь, что особенно получится посетить эти матчи Швейцарии и Сербии. А если между собой схлестнутся в финале сборная Швейцарии и Сербии, ты за кого будешь болеть? В первую очередь в этой игре победителем буду я. А так, честно говоря, конечно, я больше буду поддерживать, если такая игра будет, конечно же, Сербия. Между условной сборной России и сборной Швейцарии боевая ничья. Спасибо за хорошую игру. Спасибо. Согласно традиции программы «Вкусный футбол», по окончании передачи мы выбираем вопрос, который тебе понравился больше всего и чем-то от тебя, от футболиста, награждаем болельщиков. Выбираю Никиту Деньгина с его вопросом по поводу лучшего, любимого русского слова. И в подарок ему достается футбол с моим автографом, чтобы он поддерживал нашу команду еще более ярко. Это была программа «Вкусный футбол». Меня зовут Никита Вольф, а нашим гостем сегодня стал полузащитник футбольного клуба Уфа Виролюб Салачич. Ну что, спасибо, швейцарский парень, что сегодня был с нами. Спасибо за игру и успехов тебе в футбольном клубе Уфа. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока.